Мы сегодня говорим о просто невероятно красивой песне, которая называется «СМД». Слова написал Джусуп Трусбеков. Я в ютубе нашла видео, по-моему, в 1930 году, и там поет кто? Вы не видели это видео? Я это видео не видела, но я точно знаю, что первым исполнителем был «Муса Баята», классик кордонской музыки. Я слышала эту песню в исполнении «Канекей», по-моему, ее вариант был популярным. Вроде бы «Город 312» тоже перебивали, эту же песню перебивали. То есть вы, слушатели, зрители могли слышать эту песню в исполнении «Канекей» или же «Город 312». Есть такая известная композитор, музыкант, скрипачка Вера Усмолкулова. Она сейчас живет в Европе. Когда-то она училась в школе имени Абдраева. Потом по целевому направлению, как ребенок, имеющий выдающиеся музыкальные способности. Она была направлена в Москву, там она закончила. Ее аранжировка для скрипки с оркестром была использована позже американским режиссером. Мулино, Мулино, я забыла имя, был снят фильм. То есть это, я считаю, что это достаточно успешный образец того, как можно интерпретировать песню и запустить ее в мировое пространство. А аранжировка Веры Усмолкулова есть в сети? Да, да, да. Давайте тогда ее послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пр Baseball Поэтизову Т Querяка dona говорит нужен ты сама берем то есть хочу отдать себя тебе мурден гулюн перенди здесь все что говорит так они она девушка говорит она ему говорит гулюн перенди то есть хочу собирать с тобой цветы жизни то есть верить значит себя свою судьбу в твои руки да это же поэтично помню эти дни когда мы говорили на эту тему потому что он сыр ренди мы понимаем что ты реально глубина осваивая осмысливая с тобой вместе глубину или глубокий смысл жизни это все-таки красиво сказано это очень красиво и причем потом слушатели вы можете посмотреть текст он действительно такой простой хотя в песне он звучит очень так тяжело что ли а потом не читаешь строки они гораздо проще и гораздо легче оказывается мы почему-то не начались с автор стихов давайте автор стихов не менее знаменитый чем композитор слова принадлежат джусупу трюсбеков родился в 1910 году в высокой области в томском районе шесть лет когда было великое восстание он с родителями вынужден был бежать китайской границе это был 1916 года это был юркаль и джусуп трюсбеков вместе со своими родителями перешел границу китайскую затем они позже вернулись вместе со всеми но увы вернулись еще меньше людей до чем он ушли в тысячу раз меньше людей и дороги его родители тяжело заболели и умерли в возрасте 10 лет примерно у нас остался север то есть китался жил в родных детских домах джусуп трюсбеков он был очень смышленный он начал рано писать стихи то есть первые его сборники стихов появились уже 18-19 лет и сборник назывался джусуп тунерлары и он попадает в силу своих неординарных способностей и уже знание к тому моменту русского языка активная корсомольская работа он попадает а в софт-парт-школу в городе Тверь в Российской Федерации и к тому времени его сверстники те кто уже заметил в нем поэтический дар удивлялись почему же ты не пошел по пути творческому то есть допустим вас не поступил в цернаторный институт допустим или какой-то филологический допустим факультет он выбрал парт-школу и он наконец говорил что важна суть образования остальное талант то есть это мне дает образование расширяет мой кругозор а творчество как бы оно всегда со мной живет и я думаю что именно в Твери его началось глубокое знакомство с русской литературой потому что джусупа труспекова мы знаем не только как поэта а как еще переводчика и одного из лучших переводчиков а пушкина и маяковского я не знаю и позже на крыгский язык то есть он был послужил как бы мостиком для знакомства с русской классической литературой поэзии для крыгского народа я думаю что в те годы это было очень важно во время великой отечественной войны он добровольцем шел на фронт то есть он был идейный добровольцем ушел на фронт хотя мог остаться и как журналист освещать допустим деятельность патриот был он был там и от изучающий коленин фронт на газовод оказывается он погиб 33 года я думаю уже информации по трусбеков достаточно перейдем к тексту агарб то дон танг аткан суилу дживыз барабкан о чем эти строки в принципе я вот понимаю каждое слово но они текст опять же такой очень поэтический такой вот агарб то дон танг аткан агарб что это значит за стало светлеть потому что ак это белый да засветло агарб то дон танг аткан перед рассветом да то есть постепенно мгла начинает рассеивается небо начинает белеть светлеть наступает утро суилю члены с баракан это тот момент когда ночь встречается с рассветом суилю члены с баракан значит звезд сначала было много и они стали редеть в данном случае видеть то есть когда идея идея звезды звезд стало меньше небо просветлела калдвеке не синге лишь пайку лёха рашка помнишь ли ты остались ли в памяти те мгновения когда мы смотрели на друг друга с улыбкой значит мы не когда не берем да но что за означает для джигита дайте кутман обратимся агарб то дон тангаткан с улыбым члены с бараткан так вы понимаете эти структы негизе бардык дасстан Destiny дали с гей он дырк качип кетет кула айта то у тарап ка ка качип кетел кай ка 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 к а айта джиум с тобой на красбет а ахсат кумендан ngunivza был качип кетче Я не знаю, что как-то. Мне как-то не нравятся истории. Я знаю, что это было. Ахах. Когда я hired они доходы, они разъяснили что-то. Да. Ахарик тодо нтан аткан суйолуп чылыс бараткан. Сиз айтхандайлы, билар там атканча бирге олуп, чашуны суйолешку. Суи, юны суйолешку. Агача ядану, дэ, ёзім дэ сага вэрем дэ, вэмрдэн гэлгілі чогу теремдэ. Давайте вот последний 4 строчки тэрдэн. Атнгы ойлоп тангдагы, бонгулым сэннэн балабы. Антнгы. Антнгы. Ант, это клятнг. значит она на рассвете дала клятву ему и как бы мы здесь рассматриваем что на если она дала клятву на рассвете то скорее всего она такая взвешенная то есть это как бы не просто или это навеяно все-таки романтической ночью я думаю что смотрите эти стихи были написаны примерно когда ему было лет 20 но это грубо говоря 30-е годы до конец 20-х начало 30-х годов можно себе представить какой смелостью должна обладать молодая девушка лет под 20 чтобы вот так вот сбежать ночью из дома вслед за любимым невзирая ни на что да это вызов когда говорят то есть насколько у нее должны были быть сильные чувства насколько она должна быть уверена в нем чтобы вот так вот уйти ведь она знала что он ее не предаст и мы это видимо в таких строчках как а сейчас крыш файку лёхарашка то есть значит мы не придадим друг другу а кстати вот эта тема когда не парень принуждает девушку да и там не возит да и вот как аллакачу это же нонсенс это не была традиция это вообще отдельная тема конечно для разговора но в основном девушки делали выбор я вообще за то что девушки сами себя делали выбор я тоже так же выбрал своего мужа и последняя строчка которую мы обсуждали азркэ шайэр ну вот кстати до этого гумулем сенден халбады в принципе сейчас до сих пор это выражение используете гумулем сенден халбэ в основном гумулем сенден халбэ да там такая негативная все таки вообще это идиом осмотреть куму это внимание и отношение душевное отношение кумулем сенден халбэ значит если мы переведем дословно мое внимание осталось да душа там брошена ну а в итоге означало это разочарование да он я не разочаровался опять вы знаете айал дахши эрджахши это уже я считаю что это перекладывание chan значитand mexцы на так что если женщина хорошая значит и мужчина Пусть будут такие же достойные, как она, они пусть сделают такой же выбор. То есть он от души желает такого же счастья, вот как у меня, пусть у вас тоже это будет. И вообще, когда человек искренне счастлив, мне кажется, он тоже хочет, чтобы другие тоже из Италии. Ну, прекрасная песня, как раз, и вовсе не грустная, по идее. Ну, как бы мы решили, что она с прекрасным концом. Ну, она религическая, да? Но мы тут сделали вывод, что они все-таки вместе. В последней строчке говорят о том, что они жили долго и счастливы. Атайо Бонбайф тоже работал в жизни, 49 лет, да, у него тяжелые болезни. И мы его больше знаем, как музыканты, эльберезно-исполнители, как актеры. В какой-то степени, даже в большей степени, у Бонбайфа, можно сказать, что это 5 родов актера. Потому что он очень хорошо чувствовал энергетику слушателей. И, в отличие от многих других музыкантов, сменил, что ли, точку зрения, что кровоскик, кровоскопенузная музыка, она только может быть исполнена с глубоким раздуванием какого-то философского склада. Что, как правило, это медитативная музыка. Атайо Бонбайф, ну, не только он, единственные, конечно, были недовольные для него, в том числе, как бы, ментальные, творческие учителя, там, допустим, я зову, как бы, есть виртуозность. Атайо просто развил эту людию артистичность, сценичность, порой эксцентричность, потому что есть такие четкие упоминания, да, для того, чтобы рассмешить и привлечь дополнительное внимание к ритме, он мог выхватить макия с кармановича, да, чапка, да, и во время, прямо во время игры на грузе он тут же на сцене, вы представляете, да, он снимает ботинок, да, разумается, поднимает правую ногу, поднимает между большим, между большим, старым пальцем нож, а, да, 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 ну, потом уже, да, то есть, он ножом играет, а потом разумается, и ботинок снимает, и мог пальцем, сразу и плау, и, кстати, отдельная тема для себя, мне кажется, почему эта песня прозвучала впервые в общественной войне, Иисус Атай у маме, да, хотя он свои песни пела тоже. Она звучала впервые в Иисусу, а у Саваретов. Почему? Возможно, Атай понимал, что песня получилась непростая, да, мне нужен все-таки профессионал, исполнитель, вокалист, я имею в виду, певец, а он себя все-таки считал больше как композитор, сочинитель, как исполнитель, как музыкант, инструменталист. Вполне веронятно, что у наших слушателей и зрителей есть другая точка зрения, то есть, возможно, песня о том, что эта любовь не досягаемая была, и это была все-таки трагическая встреча молодых людей. Пишите нам в комментариях. Возможно, у нас какая-то другая информация, которой мы не владеем, а то мы тут все обсудили и придумали свой хэппи-энт. Пишите нам в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!